Всем привет, ты смотришь канал Фолстон, меня зовут Костя. Год подходит к своему логическому завершению. И такое впечатление, что футбольный мир пытается наверстать упущенное и пичкая декабрь какими-то крутыми событиями. Ну вот смотрите, Реал отказался от трансфера Мбаппе. Еще один украинец будет играть в чемпионате Англии, то есть в АПЛ. Ну и конечно же, рябьевка Лиги Чемпионов. Это как большой договорняк от УЕФА. Плюс ко всему, роскошная девушка дня от меня в конце ролика. Так что досмотрите до конца. Поехали! И начать хотелось бы с шокирующей новости из Португалии. Защитника Бенфики Николаса Атаменди ограбили прямо в его доме. Перед тем, как расскажу об Атаменди и его проблеме, хочу проверить ваши футбольные знания и предпочтения. Напишите в комментариях имена пяти самых крутых защитников, по вашему мнению. И не важно, когда они играли. Просто пять самых крутых защитников за все время вашей любви к футболу. Посмотрим, кто будет чаще попадаться в ответах. А пока вы думаете, я возвращаюсь к Атаменди. Ранним утром четыре ублюдка подстерегали футболиста около его дома, схватили и заставили открыть двери в дом. Затем они связали Николаса, при этом туго затянув ремень на его шее. После этого преступники ограбили дом, где находились жена и сын футболиста. И вынесли деньги, драгоценности и часы. Хорошо, что Атаменди и его семья не пострадали. Все чаще и чаще бандиты нападают на футболистов. Теперь можно понять Кришчану Роналду. Не так давно я рассказывал, что он нанял к себе в охрану конкретных головорезов, которые служили в спецназе в горячих точках. Теперь понятно, почему именно такие жесткие ребята охраняют Рона. С грабителями они точно церемониться бы не стали. Отчего телохранители не могут защитить Кришчану, так это от коронавируса. С португальцем все в порядке, однако ЭМЮ стал очагом инфицированных футболистов. Уже закрыта тренировочная база красных дьяволов и перенесен матч с Брэнфордом. Ситуация с ковидом обострилась в принципе. Уже 42 футболиста АПЛ заболели этой заразой. Поэтому руководство Лиги размышляет над тем, чтобы приостановить чемпионат. Но будем надеяться, что все обойдется и мы будем получать наслаждение от боксинг-дэй. Кстати, как вы относитесь к вакцинации? Все это выдумки или укол действительно спасет вашу жизнь? Я, например, нахожусь в каком-то замешательстве. Кому верить? В АПЛ на одного украинца станет больше Гзинченко и Ярмоленко. Присоединится игрок Киевского Динамо Виталий Миколенко. Левый защитник уже согласовал трансфер с Эвертоном. Осталось только договориться с ирисками по некоторым деталям контракта. И все, Ливерпуль встречает Виталика. Что удивительнее всего, даже Суркис дал добро на трансфер. Не мариновал, не завышал цену на игрока и не срывал переговоры. В общем, владелец Динамо отказался от своей привычной модели поведения. И это радует. Однако без трудностей не обойтись. Первое. Миколенко заинтересовал именно Рафу Бенитеса. А испанец сейчас первый кандидат на увольнение из Эвертона. Второе. Неизвестный итальянский глуп пытается сорвать переход украинца в Англию и забрать его себе. По моим инсайдерским данным, это Дженуа. Я думаю, что зимой Шева планирует расстаться с игроками не из Евросоюза и подписать исполнителей, с которыми работал ранее. Понятное дело, первые кандидаты это игроки из сборной Украины. Лично я очень рад за Виталика. Ведь в Европе он может перейти на новый уровень и перерасти в крутейшего латераля. Главное, чтобы он получал больше игровой практики, чем Зинченко и Ермоленко. В клубе РПЛ под названием «Спартак» тоже грядут серьезные изменения. Рой Витория все-таки уволен с поста главного тренера «Спартака». Португальский специалист принес достаточно неоднозначный результат. С одной стороны, катастрофическая игра в РПЛ. С другой, он вывел красно-белых плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, где были Наполи, Лестер и Легия. А это ничего себе по меркам российского футбола. Максим Калиниченко вообще считает, что Витория показал невероятный результат в условиях полнейшего идиотизма руководства «Спартака». И тут я с ним согласен. Более того, я думаю, что вряд ли найдется тренер, который сможет лучше, учитывая управленческие скиллы Федуна, ну или его женщины. Я уже честно сам запутался, за кем в их парочке последнее слово. Кандидата в замену Витория уже нашелся итальянец Пауло Баноли. Его последнее место работы – ассистент тренера в Интере. Опыта быть главным тренером команды у него нет, что является большим минусом, учитывая, какая непростая атмосфера бывает в раздевалке красно-белых. Ну и Федун, мне кажется, совладать с этим человеком способен только Конте. Но перефразирую Карпина – Антонио к нам не поедет. А в лондонском арсенале назрел новый конфликт. А Бабиянка лишили капитанской повязки и отстранили от матча с Весхэмом в 17-м туре АПЛ. Причин сразу две. Первая – Габонис вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал. Вторая – конфликт с Ортетой. Пьер Мерик в последнее время ни во что не ставит свой нынешний клуб и позволяет себе вот такие вот выходки. Дело в том, что позднее возвращение из Франции – это не первый такой проступок. По информации телеведущего и болельщика Арсенала Моргана Пирса, Габонис ездил во Францию к своей больной матери. Но я бы делил надвое эту информацию. Ведь Пирс – один из ярых хейтеров, наставника Кадониров. Если бы у Абамиянга действительно были серьезные семейные проблемы, Арсенал бы достаточно лояльно отнесся бы к нему. Ведь для побед важно не только физическое, но и психологическое состояние игрока. Что-то не везет канонирам с капитанами. То Джака с ума сходит, то Абамиянгу откровенно наплевать на клуб. В случае со вторым все очевидно. Как ускорить свой переход в другой клуб? Правильно – разругаться со всеми в нынешней команде. Дело в том, что Абамиянгом интересуется Барселона и видит в нем замену Куну Агуэра. К сожалению, Серхио все-таки совершил карьеру. Напомню, что в ноябре во время матча у него началась боль в груди. Позже выяснилось, что у аргентинца тахикардия. Но даже в этой ситуации можно найти позитив. Лучше вот так узнать о своей болезни, чем как это было у Эриксона. Но вернемся к Абамиянгу. Какие санкции к нему не применял бы Арсенал, ему все равно. Ведь габонец видит себя в синей гранатовой футболке Барселоны. Также Барселона продолжает работать над усилением состава. Буквально на днях Жан Лапорто встретился с Мина Райолой, чтобы обсудить потенциальные трансферы его клиентов в каталонский клуб. СМИ пестрит заголовками, что скоро в Каталонию приедет Эрлин Холланд. И что именно его переход обсуждался на встрече. Но мне кажется, что этого не будет. Норвежец очень дорогой во всех отношениях игрок. Чтобы его приобрести, Барсе придется выложить около 100 миллионов евро. Если не больше. Другой момент зарплата. Не думая, что Холланд готов получать гонорары как у образного Педри. Ну и третья причина, почему этот переход не состоится. Сама Барселона. Позиция центрофорварда не единственная, которая требует усиления. Синий гранатовым нужен человек в опорную зону, а также сразу два центральных защитника. При всем уважении к Пике, но он уже не тянет. Ланглея и Менгеса тоже не показывают уровень, достойный европейского топ-клуба. Поэтому я думаю, что Лапорта и Райола обсуждали переход Матиаса Деликта. За время пребывания в Ювентусе его трансферная стоимость упала. При этом он продолжает оставаться хорошим защитником. Плюс этот трансфер приведет к воссоединению с Де Йонгом, что также позитивно скажется на игре Барселоны. Да, Райола является еще и агентом Пагба, однако француз не нужен каталонцам, поскольку у них и своих бездельников хватает. К слову, извечный соперник Барса, мадридский Реал, остановил работу по трансферу Мбаппе. Почему это произошло, сейчас расскажу. Фанаты сливочных, не пугайтесь, работа приостановлена до марта 2022 года. Реал не собирается приобретать французов в зимнее трансферное окно. Все-таки Флорентина Перри старается максимально сэкономить. Также мадридцы аргументируют свое решение тем, что хотят проявить уважение к ПСЖ и не накалять обстановку перед матчем великих чемпионов. Тем временем исполнитель роли Человека-паука Том Холланд позвал Мбаппе в Тоттенхэм. В ответ Киллиан рассмеялся и, разумеется, ответил отказом. А у Мина Райолы скоро появится серьезный конкурент. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил о создании футбольного агентства. Вот как Орел это прокомментировал. Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с Кларенсом Зейдорфом. Eagles Sports Management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас еще идет работа. Будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать другие лиги. Это не только ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты. Ну что ж, остается только пожелать удачи Хабибу. Если он будет представлять интересы футболистов так же, как и драться, то у него в агентстве вскоре будут главные топы мирового футбола. А теперь, чтобы немного отдохнуть от потока всей этой информации, предлагаю тебе заценить девушку дня. Поехали смотреть. Сегодня ею стала Люсия Яворчикова. Девушка любит Италию. Во многом из-за того, что именно в этой стране она повстречала свою любовь футболиста Марка Гамшика. Девушка пристально наблюдает за карьерой игрока и постоянно ищет с ним встречи. Кстати, невероятные формы девушки – результат спортивного прошлого. До того, как заняться моделингом, Люсия была профессиональной велосипедисткой. Ну, теперь-то понятно, откуда у нее такая же финансовая ситуация испанской Барселоны. Кстати, также можно охарактеризовать и жеребьевку Лиги Чемпионов. Конечно же, ты слышал о ней все. Я не буду полностью пересказывать, что там произошло. Скажу только, что первый жеребий не устроил УЕФА, поэтому они провели второй. Официальная причина – технические неисправности. Но СММщики Баварии полностью слили эту богадельную. И в очередной раз доказали, что УЕФА – одна из самых коррумпированных организаций мира. В общем, во время первой жеребьевки Мюнхенцам достался Атлетика. А в соцсетях была выставлена картинка, на которой Ливандовский изображен вместе с игроком австрийского Зальцбурга. И угадайте, кто достался Баварии на пережеребьевке? Да, австрийский клуб. Картинку сразу же удалили, но то, что хоть раз побывало в интернете, остается там навсегда. О чем это говорит? О том, что мы стали свидетелями крупного договорняка, в котором замешаны все клубы. И возмущение Реала после первого жеребия – яркое тому подтверждение. Смотри, сливочные точно знали изначально, что им достанется ПСЖ. Но что-то пошло не так, и их соперником стала Бенфика, которую гораздо легче будет пройти. Удача повернулась к бланкость, но вторая шеребьевка вернула все к ранее оговоренным парам. Но зачем сводить два топ-клуба на такой ранней стадии? Очень просто. Коммерческие выгоды. Это противостояние будет смотреть весь мир. А чем больше людей смотрят игру, тем больше денег заработают европейские функционеры. А смотреть будут 100%. Во-первых, потому что Мбаппе собирается перейти в Реал. Многим будет интересно, как француз проявит себя против будущего клуба. Во-вторых, Серхио Рамос будет играть против своей родной команды, которой отказался не нужен. Прямо по законам кино. Но зачем сводить Реал и ПСЖ так рано в 1-8? Чтобы никто ничего не заподозрил. Просто когда в плей-офф есть Мансити, Ливерпуль и Бавария, с трудом верится, что испанцы и французы доберутся до полуфинала. А деньги от трансляции Уэфа терять не хочет. Моя теория полностью подтвердится, если победитель пары Реал-ПСЖ выйдет на Манчестер Юнайтед. Ведь таким образом нас будет ожидать либо противостояние Месси Роналду, либо матч Криша против своей бывшей команды. Ну что ж, подводя итог, скажу, что Уэфа продолжает разводить коррупцию в европейском футболе. Интересно, когда футбольным чиновникам опять будут швырять деньги в лицо? А теперь давайте спрогнозируем, какие команды пройдут в 1-4 Лиге Чемпионов. Интересно, кто из моих зрителей обладает даром предвидения? Свой перечень потенциальных четвертьфиналистов ЛЧ оставляй в комментариях. А у меня на этом все. Ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Ну и конечно же пиши в комментариях, какая новость понравилась больше всего, а какая стала негативной для тебя. С вами был Костя Фолстон. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok